книга открытым оком тема ереси секты вопрос 430 как доказать сектантам по писанию что они находятся вне церкви приведите хотя бы несколько стихов из библии отвечает игнат тихоныч лапкин у церкви есть начало от христа матфея 16 глава 18 стих и я говорю тебе ты петр и носим ко мне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее и это исполнилось день пятидесятницы юрсалимской горницы деяния 2 глава 1 1 по 5 стихи 40 стих при наступлении дня пятидесятницы все они были единодушны вместе и внезапно сделался шум с неба как бы от несущего сильного ветра наполнил весь дом где они находились явились ими разделяющие языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них и исполнились все духа святого иначе начали говорить на иных языках как дух давал им про про вещевать иерусалиме же находились иудеи люди на набожные из всякого народа под небом и другими многими словами он свидетельствовал и ищевал говоря спасайтесь от рода сего разращенного и так охотно принявшие слова его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч и они постоянно пребывали в учении апостолов в общении и преломлении хлеба и в молитвах язычники вошли в церковь чуть позже деяния 10 глава 44 по 48 стихи когда петр еще продолжал эту речь дух святой сошел на всех слушавших слова и верующие из обрезанных пришедшие с петром изумились что дар святого духа и злился и на язычников ибо слышали их говорящих языками и величающих бога тогда петр сказал кто может запретить креститься водой тем которые как и мы получили святого духа и велел им креститься во имя иисуса христа потом они просили его при пробыть у них несколько дней в в нашей книге к истинному православию в главе о церкви и в брошюре беседы православного христианина с баптистом лестница и стрица 1998 год 74 страница дается подробное рассмотрение этого вопроса самый краткий путь рассуждение по библии сектантами следующий им кажется и они так цитируют что где двое или трое из них там и христос это глубочайшие заблуждение ложь в действительности этот стих звучит так матфея 18 глава 20 стих ибо где двое или трое собраны во имя мое там я посреди них то есть эти двое или трое не сами собрались но собраны и несет по собственному только желанию убеждению согласно согласен но во имя христа что же означает эти слова все христианские секты называют себя христианами но так ли это единственным не ложным определением этого является библия во имя христа значит по слову его носящему его авторство его имя цель священного писания можно выразить одним словом христос и она 5 глава 39 стих исследуйте писание и вы выдумаете через них иметь жизнь мечную они свидетельствуют а мне священное же писание говорит определенно что в ней его церкви им основанной в 34 году от рождества христова в иерусалимской горнице и в доме петра кожевника нет спасения деяния 2 глава 46 стих и каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя под по домам хлеб принимали пищу в веселье и простоте сердца хваля бога находясь в любви у всего народа господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви церковь апостольская ведет свое начало от святых апостолов а не от основателя сект не от лютера 1517 год основателя лютеранства не от джона смита основателя баптизма 1609 году не не от уильяма миллера у адвентистов 1839 год елена уайт 1841 год ефесянам 2 глава 20 по 21 стихи 20 и 21 стихи быв быв утверждены на основании апостолов и пророков имея самого иисуса христа краеугольным камнем на котором все здания слагаясь стройно возрастает все святый святый храм в господи 1 кориффинам 14 глава 33 по 40 стихи потому что бог не есть бог news не устройство но мира так бывает во всех церквах у святых только все должно быть благопристойно и чинно отделяющие от церкви хотя и верят во христа но они враги ему их ожидает погибель матфея 12 глава 30 стих то не со мною тот против меня и кто не собирает со мною кто-то расточает матфея 18 глава 17 стих если же не послушает их скажи церкви а если церкви не послушает то да будет он тебе как язычник и мытарь иудеем 1 глава 11 стих 16 19 горе им потому что идут путем каиновым придаются обращение мзды как вала как вала как вала и в упорстве погибают как корей это ропутники ничем не довольны поступающие по своим похоти нечестиво и беззаконно уста их произносят надутые слова они оказывают лицеприятие для корысти это люди отделяющие себя от единства веры душевные не имеющий духа матфея 7 глава 22 стихи 22 стих многие скажут мне в тот день господи господи не от твоего ли имени мы пророчествовали не твоим ли именем бесов изгоняли не твоим ли именем многие чудеса творили 2 петра 2 2 глава 3 стих из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами суд им давно готов и погибель их не дремлет и и Продолжение следует...